Екатерина I, ставшая второй супругой Петра Великого, открыла так называемый «бабий век» в России. Ее называли по-разному – и походной женой, и чухонской императрицей. Эта женщина оставила особый след в истории России, став первой женщиной, взошедшей на русский престол. Но чем же покорила Петра далеко не умница и вовсе не красавица Марта Скавронская? И как она смогла стать русской императрицей Екатериной I? Но перед этим, друзья, хочу поделиться с вами очень приятной для нас новостью. В издательстве АСТ вышла наша новая книга, на этот раз о тех, кто скрывается под маской самых любимых наших героев книг, фильмов и сериалов. На ее страницах авторы нашего канала расскажут вам о том, почему прототип Шерлока Холмса никогда не искал преступников, кто такая миледи на самом деле, как сложилась судьба подлинного Остапа Бендера, почему судьба средневековых прототипов Игры Престолов намного интереснее сериальных и как прототип Митрофанушки, тот самый «Не хочу учиться, хочу жениться», стал одним из самых блестящих ученых своего времени. Спешите, пока весь тираж не раскупили. Книгу «19 мифов» о популярных героях можно заказать по ссылкам, которые я оставлю в описании. Также есть и международная доставка. Происхождение этой женщины темно и неясно. Самая распространенная версия – она дочь литовского крестьянина. Настоящее ее имя Марта Самуиловна Скавронская. Имеются сведения, что Марте всегда нравилось мужское внимание, и в 17 лет она родила дочь, умершую вскоре после рождения. Пастор поспешно выдал девушку замуж за Драгуна по фамилии Краузе, но Драгун вынужден был уйти воевать, а его жена осталась в городе. После взятия Мариенбурга русскими войсками Марта попала в плен. Затем последовала смена нескольких хозяев и, наконец, встреча с Петром. Как раз тогда он и обратил внимание на служанку Марту, выкопленную Меншиковым за три рубля у генерал-фельдмаршала Шереметьева. Она его обстирывала, расчесывала, баюкала и ласкала. К 1705 Марта родила царя двух сыновей, Петра и Павла, вскоре умерших. В письмах он обращался к ней не по имени, а по-простому. «Здравствуй, матка!» Гражданской женой Марта была без малого 10 лет. Впрочем, с 1707 она была уже не Мартой, а перешедшей в православие Екатериной Алексеевной Михайловой. Потом у Петра и названной Екатериной родились две дочери, Анна и Елизавета. Екатерина приобретала все более прочное положение, но по-прежнему продолжала жить в общем гареме Петра и Меншикова, который содержался при дворе любимой сестры царя Натальи. 9 февраля 1712 года официально неразведенный с Евдокией Лопухиной Петр обвенчался с официально неразведенностью с полковым трубачом Иоганом Краузе и Екатериной Алексеевной. Внебрачные дочери Екатерины от Петра, Анна и Елизавета, обошли вместе с родителями вокруг Аналоя и стали считаться в России привенчанными, то есть законными. Супруга делила с царем все трудности походной жизни, не боялась ездить верхом, хотя постоянно была беременна, лихо опрокидывала чарку с водкой, а то и кубок, держалась на дружеской ноге с солдатами. Екатерина была храброй и веселой, разделяла все интересы Петра. Она покорила его своей крепостью, здоровьем и спокойным нравом. В любых обстоятельствах супруга имела над ним странную, успокаивающую власть. Цитирую. В те минуты, когда он поддавался одному из своих приступов ярости, который затуманивало его сознание и приводил в конвульсии лицо, она безбоязненно подходила к нему, обращаясь нежно, но твердо, кладила руками волосы и укладывала больную голову на свою роскошную грудь. Уткнувшись лицом в это прекрасное тело, как в подушку, он успокаивался. Его дыхание приходило в норму. Мать и жена в одном лице. Она проводила два или три часа, без устали разговаривая с этим гигантским ребенком, припавшим к ее груди. Проснувшись, бодрый и свежий, он едва мог вспомнить о том, что его повергло в ярость. Чтобы добиться окончательного выздоровления, она увлекала его в веселый танец или рассказывала ему несколько забавных историй, над которыми он раскатисто хохотал. Горячая и даже нежная любовь Петра к Екатерине засвидетельствована почти всеми историками. Эта убежденность основана не только на письмах Петра и Екатерины, но и на проявлениях несвойственной царю щедрости. Вчерашняя служанка дорвалась до красивой жизни и со страстью наряжалась в изящное платье из блестящего атласа ярких цветов, шитой серебром и золотом. Большинство мемуаристов прославляет блистательную красоту Екатерины, но когда любимая сестра Фридриха Великого Вильгельмина встретилась с царской четовь в 1719-м Берлине, она описала ее. Царица малоростом, толста и черна, вся ее внешность не производила выгодного впечатления. Стоило на нее взглянуть, чтобы тотчас заметить, что она низкого происхождения. Платье на ней было старомодного фасона и все обшито серебром и блестками. По наряду ее можно было принять за немецкую странствующую комедиантку. На царице были навешаны около дюжины орденов и столько же образков и амулетов. И когда она шла, все звенело, словно прошел наряженный мур. Екатерина родила Петру 12 детей, из которых выжили только две девочки – Анна и Елизавета. Она не позволяла себе ни малейшего намека на обиду или жалобу по поводу влечения супруга разными метресками. До нас дошли письма Екатерины Петру, в которых она говорит об этих женщинах тоном самой беззаботной шутки. Конечно, такое поведение требует награды. В мае 1724 Петр, за три года до этого провозгласивший себя императором, провел коронацию Екатерины в качестве императрицы в знак особых заслуг. До нее из русских цариц была помазана на царство только Марина Мнишек. Эту церемонию император провел в Москве, в Успенском соборе. Улицы Москвы были украшены триумфальными арками, готовились грандиозные фейерверки. Один из иностранных посланников России писал, «Это одно из удивительных событий в этом чудесном веке». Постепенно царь стал склоняться к мысли, что престолонаследником станет Екатерина. И еще в 1722 император, поняв, что наследника мужского пола от нее он уже не дождется, издал указ о престолонаследии, позволявший действующему монарху самому определять своего преемника. Его чувства к жене словно возродились. Он писал ей, «Только в палаты войдешь, так бежать хочется, все пусто без тебя». Но через шесть месяцев становится известно об измене Екатерины с Вильямом Монсом. Гримаса судьбы, ведь это был родной брат Анны Монс, с которой Петр изменял когда-то самой Екатерине. Фаворит льстил царице, говорил красивые слова, посвящал стихи, которые сочиняли для него его приближенные. Екатерина к такому обращению приучена не была. Супруг мог нагречать, прилюдно унизить дать оплеуху, и Фильям же поднимал ее в собственных глазах. Его власть и сила сознавались уже всеми при дворе императрицы. По мнению некоторых исследователей, любовная связь государни и ее фаворита длилась не менее семи лет. Однако прямыми свидетельствами того, что у них была интимная связь, историки не располагают. Иностранные источники утверждают, что последний ребенок цитрицы родился около 1725 года, а Петр скончался 28 января того же года. Вскоре после коронации Екатерина Алексеевна ее фаворита арестовали по обвинению в казнократстве. Следствие длилось меньше недели, и Вильяму Монсу вынесли смертный приговор. Предполагаемого любовника императрицы казнили и на кол насадили его отрубленную голову. Во время пыток он не признался в любовной связи с Екатериной, а царица держалась, как ни в чем не бывало. Вечером, в день казни, она разучивала с дочерьми новые танцы. Когда Петр повез ее кататься к эшафоту, где было выставлено тело Монса, она не дрогнула. Согласно легенде, царь приказал заспиртовать голову любовника жены и поставить на ночной столик в ее покоях. Петр издал указ, которым предписывалось никаких приказаний и просить по царице не исполнять и опечатать все ее денежные счета. Она пыталась помириться с мужем, но тот не желал ее простить. Саксонский посланник писал курфюрству о царской чете. Они почти не говорят друг с другом, не обедают и не спят больше вместе. Император давно был болен. В сентябре 1724-го был поставлен диагноз. Песок в почках, осложненный следами венерического заболевания, плохо вылеченного. В течение последних месяцев жизни император большую часть времени проводил в постели. По случаю обручения царевны Анны Петровны и герцога Карла Фридриха Галштинского произошло формальное примирение с Екатериной. Четыре часа Екатерина рыдала, стой перед ним на коленях. И, наконец, по некоторым сведениям, он согласился даровать жене прощение. С 22 января 1725-го Петр был так плох, что трижды исповедовался и причащался, в то время как его окружение ждало от него только имени преемника. Иначе престол перейдет к его прямому потомку по мужской линии, сыну несчастного царевича Алексея, маленькому Петру. Для Екатерины и птенцов гнезда Петрова это стало бы катастрофой. У умирающего наблюдались параличи с Женей в животе. Такие симптомы характерны для отравления мышьяком. Современники были убеждены, что его отравили. Кончина Петра не вызвала ни особенно горячих, ни всеобщих сожалений. Астрийский посланник отмечал всеобщее удовольствие по поводу кончины царя. 28 января Петр распустил последний вздох. И через несколько часов в России началось правление бывшей лефлянской служанки Марты Скавронской. Императорской короной Екатерина I была обязана Меншику. Началось полное преступление и тайн эпоха дворцовых переворотов. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.